Известная актриса и в прошлом фотомодель Твиги назвала современных представителей моды ужасными людьми, среди которых широко распространены наркотики и коррупция. «Юные фотомодели только выглядят взрослыми женщинами», — сказала она. «Но, по сути, они ещё дети, душу которых очень легко искалечить, в том числе и большими деньгами». Далеко не всем удаётся быть такими твёрдыми, как Клаудия Шифер. Изнурительные нагрузки, аморальные нравы модельеров, владельцев престижных агентств и домов моды, пристрастие к наркотикам и другие проблемы подрывают психику и разрушают жизнь. Важно помнить ещё об одном печальном факте. Во многих странах мира практикуется превращение фотомоделей в сексуальных рабынь. По оценкам экспертов, торговля живым товаром стоит на третьем месте по масштабам получения прибыли после торговли оружием и наркотиками. По данным уголовной полиции, страны ЕС ежегодно перебрасывают около полумиллиона сексуальных рабынь из Центральной и Восточной Европы. Большинство из них — жительницы СНГ. Модельный бизнес — это сфера, где привлекательная снаружи жизнь с изнанки может оказаться тёмной пропастью. Лика, а когда Вы шли на конкурс, были ли люди, которые в церкви были против этого? Да, были люди некоторые, которые были против и говорили, что, возможно, ты идёшь на компромисс, и давай помолимся, если это от Бога, пусть это состоится, если это не от Бога, пусть разрушится. Можешь ли ты помолиться такой молитвой? Я говорю, конечно, давай прямо сейчас помолимся. И мы помолились этой молитвой. На самом деле, Богу было вот так вот, ну, как бы, просто подвернуло там ногу и не смогла… Ну, это элементарно, в принципе. Вот. И потом, когда я победила, эти люди подходили, они пожимали руку и говорят, говорили, что… Те, которые говорили до этого. Да, которые говорили до этого, что против, что спасибо, что ты нас не послушалась, мы очень рады. И мы знаем, что это воля Божья. Потому что во время конкурса, когда я победила, это, во-первых, был прямой эфир впервые, и пока что не было прямого эфира в 2008 году. И люди просто, некоторые даже неверующие, они просто сидели, плакали. Многие девочки, которые были в депрессиях, вообще неверующие, которые меня не знали, они вообще вышли из депрессии, и такое, как будто у них новое началось какое-то внутри. То есть это что-то Бог делал, ну, сверхъестественное, потому что есть то, что мы видим, да, просто конкурс, просто победа, да, но есть то, что в духовном мире происходит, как бы торжество правды и истины, чистоты. И люди как-то это ощущали, мужчины вообще, у меня есть подруги, у которых неверующие мужья, они меня так знают где-то, так, привет пока. И они плакали, рыдали вообще, и потом ходили еще под впечатлением, ну, вроде, с чего плакать, но это было что-то, что просто затрагивало сердца людей. Я бы хотел сказать, возможно, последнюю такую свою мысль, да, интересно все это слушать, и оно впечатляет на самом деле. Одно, что вот я, как, ну, священнослужитель, сижу и анализирую с огромным внутренним все-таки сожалением, Лика, Лена, знаете, что? Я думаю, что человек, самый обычный человек, вот не священнослужитель, не пастор, вот Лика, Роман, она имеет больше силы повлиять на молодежь в церкви, я не говорю в миру, потому что мы, служители, священнослужители, не имеем такой силы влиять в миру, у нее значительно больше возможностей повлиять, посвятить в миру. Но мы говорим о церкви, где мы поставлены служить. Представляете, до чего дошла церковь? Вот церковная аудитория, особенно молодежь. Приезжает Джесси Валаскас, такая известная певица есть, сюда в Сакраменто, снимает, арендует помещение Арка Рина, 19 тысяч мест. И это все верующая молодежь, христиане, ребята, девушки. И она заявляет, я девушка, я не потеряла своей девственности, невинности. Все закрывают рты. И я просто думаю, представляете, в церкви, в церковной аудитории она почти что единственная. Она хвалится, ею восхищается. Кто? Церковь. Значит, проблема не в шоу-бизнесе, проблема в церкви. С чего же состоит тогда церковь, если она удивляется невинности одной девушки? То есть это показатель, по всей вероятности, насколько низка мораль сегодня в Доме Божьем в церкви, если пастор не имеет столько влияния и силы, как просто позвать Лику Роман, которая не разменялась на дешевый шоу-бизнес, и она служит большим примером образцом, чем священнослужитель? Ну, я могу сказать, что это не потому, что священнослужители менее достойны. Это просто потому, что для молодежи это очень актуальная тема. Нет, это потому что, Лика, молодежь ближе к миру, чем к Богу. Я не согласна с этим. Я согласна с тем, что должны быть как образцы. И они и для церкви, и для мира. Это образец. Вот так вот нужно. Это же разные стандарты, Лика. Стандарты для церкви и для мира это разные. Конечно. А что же вы пытаетесь объединить? Я считаю, что просто, если это девушка, да, если молодежь, они, ну, священнослужитель, он, ну, он проповедует, да, но он не может быть примером в том, чтобы, ну, как бы, не потерять девственность, да. Ну, как бы это... Как он не может быть примером? Это прежде всего. Он должен быть прежде всего морально устойчивым. Он, да, но он не может стать, не может рассказать свою жизнь, например, да, у меня были предложения, мне предлагали богатые люди, как предлагают многим красивым девушкам, да, стать их женой просто из-за денег. Об этом не сможет рассказать, об этом не сможете рассказать вы со своей собственной жизнью. Вы, может, где-то услышали, вы, может, где-то видели, но вы не сможете это рассказать изнутри. Лика, я с вами согласен. Вы согласитесь, что духовно устойчивому человеку ваши рассказы не нужны. Он имеет дело с Богом, и вы его этим не впечатляете. Вы не меняете, вы не формируете его. Но, допустим, меня, мою супругу, мы устойчивые, духовно устойчивые люди, мы свой выбор в жизни сделали, служить Богу. Но вот если не устойчив человек, да, шаток человек, который аналогичные предложения получает, как и вы, вы ему послужите в церкви. И еще такой есть момент, знаете, что я заметила то, что молодежь, особенно в церкви, где вот действительно такая реакция происходит, да, когда там, то есть это странно, что там девочка, она сохраняла свою детственность, то я думаю, что, ну просто я так заметила для себя, анализировала, что эти молодежь вот эта, они выросли на каких-то запретах и на каких-то там можно-нельзя, можно-нельзя. Никто не объяснял, почему это так. Никто не вкладывал в настоящее, вот когда действительно, ну, законы Божьи, они написаны на скрижалях нашего сердца. И, ну, возможно, именно поэтому им настолько это уже спротивилось, вот это все просто можно-нельзя, можно-нельзя, как будто законы Божьи, как будто Бог сидит, только тыкает пальцем в них и говорит, так не делай, так не, туда не иди, то не делай. А почему, это никто не объясняет. Просто нужны живые, такие же, как молодежь, люди, которые будут простым языком, незаумным, незаученным, а со своей жизнью просто смогут сказать, что молодежь, законы Божьи, они вас не ущемляют или ограничивают, они вас защищают и охраняют от того, 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 того. И это происходит в моей жизни, я вам желаю того же, я счастлива, у меня полнота есть, я без ночных клубов, спокойно обхожусь, у меня есть, у меня абсолютно нету недостатка в каком-то веселье или еще в чем-то и тому подобные вещи. Не могли вы об этом говорить до конкурса, когда вы пели в группе про славление, вы могли выйти на сцену и сказать, я пою, я служу Богу? Конечно, могла, я это делала. Я, в принципе, то же самое делала, то, что сейчас делала. Просто это было в меньшем формате, то есть это было не так масштабно. Сейчас, действительно, меня бы не пригласили. То есть для вас открылись другие дороги, получается, возможности? Конечно, много возможностей, как бы на широкую аудиторию выходишь, и молодежи нужны какие-то там примеры, яркие звезды. То есть, да, точно так же, как в Библии. Бог, он не просто говорил, вот там был народ где-то, и там, ну, какой-то был такой там человечек серенький, который, даже имени его не называя. Бог так не говорил, Бог говорил Иосиф, и он рассказывал всю историю подробно. И это впечатляет, это нас заставляет подражать ему, почему он там так по себе, почему он был успешным, Давид, что было в нем особенного. И именно вот эти личности, это, я считаю, что это личность каждого человека, она такая, просто каждый для себя выбирает что-то. А не страшно быть примером? Очень большая ответственность, потому что, когда я победила, утром, когда я проснулась после победы, у меня было первое такое, ну, когда я осознала вообще все, что произошло. Сейчас за мной наблюдает вся страна как минимум, и огромную ответственность Бог положил на меня. И я абсолютно этого, ну, как бы не ожидала, такого вот поворота событий. Никогда не мечтала участвовать в конкурсах, не знала ни мирских групп, и до сих пор иногда меня...